Цель этого мероприятия, я думаю, что это пропаганда нашей службы, потому что это наши в будущем, возможно, помощники и, может быть, кто-то заинтересуется и придет к нам со временем на службу. Профессия пожарного входит в десятку самых опасных. Спасая людей и имущество от огня, пожарные рискуют своей жизнью буквально каждый день. Юным динамовцам демонстрируют специальный дыхательный аппарат «Омега», в котором сегодня работают пожарные. Допустим, если маска порвала, то есть что-то такое. Воздух выходит сюда, но туда не попадает ничего. Потом проверяют аварийная подача. Аварийная подача – это кнопочка, которая, если плохое самочувствие или нехватка воздуха, он добавляет. Форма пожарного весит более 5 килограммов, а полная экипировка – не менее 20. Надевать рабочую форму пожарный должен за 40 секунд. Проделать это представилась возможность и всем желающим. Когда это все, конечно, затрудняет, надевать и воевать есть. На самом деле, немножко тяжелый. Он и мягенький такой, и тяжеловат. Но все равно достаточно комфортный и удобный. Очень приятно, что представляется такая возможность поведаться с такими людьми, узнать много нового, можно сказать, защитить свою жизнь. Профессиональным пожарным в борьбе с огнем активно помогают добровольцы. В нашей стране существует Всероссийское добровольное пожарное общество. История его возникновения началась еще в 19 веке. Сегодня общество продолжает активно вести свою деятельность. В Краснодарском крае в добровольном пожарном обществе состоит более 20 тысяч человек. Основная деятельность Российского добровольного пожарного общества – это, конечно, пропаганда пожарной безопасности. Это, конечно, работа добровольцев. Это наши сотрудники, добровольные пожарные, которые в отдаленных населенных пунктах проводят пропаганду пожарной безопасности. Которые производят тушение. В Анапском районе, к примеру, проводилась опашка земель, опашка сухостоя. То есть это тоже проводят добровольные пожарные. А для детей, конечно, необходимы эти знания. Они должны тоже, когда вырастут, участвовать в таких мероприятиях по предупреждению пожаров. Конечно, в первую очередь они должны уметь защитить сами себя от пожара. Сегодня ребята узнали об истории возникновения пожарной службы, о том, как она менялась годами и какое оборудование имеют на вооружении сегодняшние спасатели. После теории перешли и к практике. По словам юных «Динамовцев», встреча с сотрудниками МЧС оказалась интересной и полезной. Теперь каждый из них знает все не только о методах тушения и как правильно вести себя во время пожара, но и о людях, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти других.